Всем привет! Меня зовут Олеся и я продолжаю серию видео о своих любимых средствах декоративной косметики за 2017 год. Сегодня речь пойдет о лице. В частности, я буду говорить о базах под макияж, о тональных кремах и об одном спрее для фиксации макияжа, который поразил мое воображение. Поскольку спрей для макияжа у меня сегодня только один будет фигурировать, с него, пожалуй, начнем. Это спрей для фиксации All Night от компании Urban Decay и я от него в полном восторге, потому что в моей макияжной жизни появился свет в конце тоннеля, особенно летом, когда спустя 5-6 часов на лице у меня от тонального крема остаются какие-то островки. Он у меня полностью либо впитывается, либо сползает в Т-зоне. Чаще всего второе происходит, по счастью, для моей кожи. У меня ничего не держится на лице, мне приходится минимум дважды полностью обновлять макияж моего лица. И вот этот спрей с учетом среднестатистического ношения летом 5-6 часов продлевает процентов на 50 длительность носки моего тона на лице. Это примерно еще на 3 часа, соответственно, можно продлить его жизнь. Все-таки он пересушивает кожу и я бы не стала злоупотреблять его использованием, но опять же в холодное время, когда кожа становится сама по себе более чувствительная, реактивная и менее жирная, но в летнее время для меня это просто необходимая вещица. Конец 2017 года для меня ознаменовался покупками большого количества баз под макияжи. Я до этого их покупала постольку-поскольку, использовала их исключительно по случаю, и только в конце 2017 года я поняла, что база – это необходимость в макияже взрослой девочки. Потому что появляются какие-то бороздки, кожа становится не такой, ну скажем так, упругой, не так круто распределяется тональный крем, когда кожа уже чуть-чуть подбуксовывает за счет сухости какой-то или неоднородности, негомогенности текстуры. И, конечно, серый цвет лица дает о себе знать, несмотря на интенсивные отшелушивания кислотами и ежесними, все равно кожа уже, ну скажем так, не пышет здоровьем. Но справедливости ради она у меня и в юности не особо пылала здоровьем, я бы даже сказала ровно наоборот, кожа взрослая у меня стала намного лучше выглядеть, чем была в юности. Но, по крайней мере, в юности я не знала, за что хвататься, а теперь я знаю, как улучшить свою внешность, и базы – это идеальное решение. Для себя по текстурам я их распределила. Так, например, я стала выделять кремовые базы, особенно крутые на водной основе, а не на жировой какой-то. Соответственно, я стала выделять жидкостные базы под макияж. К их числу, наверное, я отношу свои сыворотки на основе гиалуроновой кислоты, потому что по гиалуроновой кислоте очень хорошо распределяются тональные кремы. Также я могу выделить силиконовые праймеры а-ля Porefessional или фотофиниш от Smashbox, классика жанра. Пожалуй, можно еще назвать такую кремовую, но с краплениями блесток, которая признана подсвечивать кожу. В моем случае лучшей подобного рода базой стала база от Becky. Вот такая фиолетовая, потому что она нейтрализует нездоровую желтизну и убирает некую серость, наверное, в лице. Мне очень нравится эта штучка. Я относилась к ней по-разному. Вначале мне показалось, что она вызывала у меня прыщи. И так совпало, что два раза после использования этой базы от Becky у меня возникали какие-то неприятные воспалительные элементы, которые назревают глубоко внутри. Я очень грешила на эту базу и надолго оставила ее в стороне, не прикасалась к ней. А спустя некоторое время я все-таки рискнула, попробовала единожды. И вроде пронесло и все нормально, а потом еще раз и еще раз и не повторялось. Я не знаю, что было тогда. Я знаю, что сейчас я без нее практически не обхожусь. Во-первых, по ней идеально распределяется самый буксующий тональный крем. Вот если есть у меня какой-то сухой тон, который, как правило, ложится неоднородно, ну, в частности, я могу вспомнить тональный крем от Clorans, который матирующий. И он пробуксовывает на многих базах. Не хватает увлажнения ему. Ему нужна вот прям хорошая, подготовленная, увлажненная, скользящая кожа. И вот эта штучка спасает этот тональник и делает его отличным на моем лице. Но, безусловно, мне нравится эффект, опять же, осветления некого. Даже скорее не осветления, а именно оздоровления цвета кожи. Еще две базы я хочу похвалить. Одна из них бюджетная от компании Catrice. Она называется Porefine Anti-Shine Base Prime & Fine. Это кремовая база. Она легчайшая, она тончайшая. Она позволяет также легко распределять тональный крем. По ней признана контролировать работу сальных желез. Но, насколько я понимаю и помню, в составе этой базы нет масел. Именно поэтому она на водной основе позволяет легко распределять по ней тональный крем. Но одновременно с этим не вызывает дополнительные какой-то жирности, закупорки, парниковые эффекты, как я люблю сказать. Нет, отнюдь. Она превосходно работает на то, чтобы распрямлять верхний слой, опять же, эпидермиса, по которому, опять же, легче будет распределяться тональный крем. Она не очень блюрит поры, надо сказать. С этим лучше справляются такие плотные силиконовые замазки а-ля Porefessional. Я не очень их люблю, надо, опять же, отметить. Здесь это скорее ближе к крему, нежели к базе, но при этом более стойкий, долгий эффект получается. А вот это вроде как и крем увлажняющий, и в то же время не жирнящий, и в то же время он обволакивает лицо, при этом оставляя его совершенно приятным на ощупь. И нет ощущения перегруженности на коже. Очень я ценю эту вещь. У них вышли в этом году новые базы с подсвечивающим эффектом, и этой подсветки в этих базах очень и очень мало, что не сделает из вашего лица блин. Я рекомендую эти базы попробовать. Еще одна база Make Up Forever, зелененькая база, называется Step One. Она признана корректировать цветовые недочеты, но цвета в ней объективно мало. Несмотря на то, что при нанесении она действительно выглядит зеленой и достаточно ярко зеленой, ну вот так это дело выглядит, я думаю, что вам видно, при распределении она, в общем-то, практически теряет свою цветность. Она совершенно невесомо корректирует какие-то цветовые нюансы, но что больше меня в ней радует, что она при этом просто успокаивает кожу. Если у вас незначительный купероз или просто чувствительная кожа лица краснеющая, то вы будете ею довольны, потому что, помимо прочего, конечно, по ней легче распределяется тональная основа. Она увлажняющая, но при этом вот это увлажнение лишь только на первых минутах ощутимо. Дальше кожа становится бархатистой, практически невесомо это покрытие базы на лице. Очень приятная штучка, я не скажу, что она как-то незаменима, но если выбирать из множества моих сейчас баз, я ее все равно для себя выделяю как и базу, и успокоение в одном флаконе. Спасибо.